И снова всем welcome! Это снова я, DNGP. На этот раз речь у нас пойдет про аренду автомобилей в Японии. Как арендовать автомобиль, что для этого нужно, и какие есть вообще арендные фирмы в Японии. Ну, начнем с того, что нужно, чтобы арендовать автомобиль. Да все, в принципе, просто. На самом деле ничего сложного нет. И не так много документов нужно. Самое главное – это японские водительские права. Японские водительские права, о том, как их получить и как их пересдать, если у вас имеются российские права или любой другой страны, можете посмотреть по ссылке в описании, есть отдельный плейлист, и там вся информация есть про это. Поэтому переходите, смотрите, там все подробно рассказано, и я думаю, если у вас какие-либо вопросы останутся, можете задать мне в комментариях. Так, вот, допустим, вы имеете уже японские водительские права. Неважно, какие там, можете новичка иметь. Ну, новичка, они зеленые как раз. Есть синие, там это уже более продвинутые. То есть уже... И есть золотые – это когда вы вообще ездите без нарушений, и вам выдаются там золотые права, они на 5 лет выдаются. В любом случае, у всех нормальных водителей обычно синие права. Как найти компанию, которая дает в аренду автомобиля? Можете загуглить, например, «Rental Car». Либо, ну, по-английски написать, либо по-японски написать, либо, ну, просто открыть Google Maps, написать, вот, «Rental Car». И вот вам выдаст на карте места, где находятся фирмы по аренде автомобилей. Мы, например, открываем эту фирму, вот, «Oryx», да, кликаем. Тут есть сайт. Соответственно, переходим по этому сайту, ну, неважно там. Вот мы перешли, и тут нужно зарегистрироваться. Регистрируйте, заполняйте все, значит, данные ваши. После этого уже можете пользоваться ихним сайтом, резервировать автомобили. Какие же автомобили доступны для аренды? Разные. И разная цена, соответственно, на них. Цена зависит от места, где вы берете автомобиль. То есть, может быть, один и тот же автомобиль в разных фирмах стоить по-разному. Ну, соответственно, его состояние тоже может быть разное в разных фирмах. Ну, вот на примере, это вот «Nippon Rentacar». Мы можем посмотреть. Есть автомобили «Кейкары». Это вот «Кей» первая буква. А чем хороши «Кейкары?» Они недорогие. Их можно эксплуатировать также на хайвее, и цена за хайвей будет ниже. По карточкам ETC или там даже, если вы платите просто наличкой. Как за мотоцикл у них идет оплата? Далее есть класс автомобилей S. Вот у них. Класс автомобилей E, то есть это «Эко». Класс автомобилей W, это типа «Вагон». Ну, то есть микроавтобус уже такие. Или «Универсал», или «Микроавтобус». И класс автомобилей Y. Это типа «Ванбоксу». «Вагон» он так называется. Это уже элитные, уже такие, как «Альфард» или «Велфайр». Машину, смотрите, здесь написано количество людей. Вот два человека и два багажа, или два человека, три багажа, три человека, четыре человека, там восемь человек. В зависимости от того, сколько у вас людей, выбирайте машину по количеству людей. И смотрите также на стоимость. То есть есть, например, автомобиль, аренда, например, на 12 часов. Есть также на день, есть на больше суток и на неделю. Соответственно, на неделю самая дешевая идет аренда. Вот если вы берете на неделю, то есть, или даже больше, то там аренда вообще, ну, то есть, минимальная становится в сутки. Но при этом они рассчитывают на то, что, конечно же, вы заплатите, ну, по итогу-то неплохую сумму. И вот, и тут я хотел бы вас предупредить. Если вы хотите арендовать автомобиль, например, ну, вот вам надо ехать куда-то там на следующей неделе, всегда бронируйте, всегда бронируйте автомобиль заранее. В Японии принято всегда все делать, как бы, по расписанию заранее и никогда не делайте все вот в один день. Имеется в виду, что никогда не заходите в компанию. Вот если вам надо ехать сегодня, и вы пришли в компанию, и хотите арендовать автомобиль в час, скорее всего, его не будет. И нужного вам автомобиля не будет. И даже если, который вам не нужен автомобиль, вообще никакого, может быть, не быть. Вот я когда арендовал автомобили, я делал это, ну, за два-три дня, и то там был вообще очень маленький выбор. Мне пришлось поискать. Но, например, вот в этой компании оставались только автомобили для курящих и такие маленькие автомобили. В других компаниях, возможно, есть где-то... Ну, вот я нашел чуть подальше, но был автомобиль уже тоже последний. Ну, тоже нормально, мне понравилось. Регистрируйтесь заранее, и нужно, как бы, выбрать себе модель изначально, то есть по классу, в зависимости от количества человек и от ваших потребностей. Как я уже сказал, машины разных классов, кей-кары дешевле на автостраде, все остальное, все так же для них. Парковки не будут дешевле для них. Какие-либо там затраты на бензин только, возможно, будет подешевле, потому что там машина до 660 кубов, кубов где-то так идет. Поэтому машинки маленькие, двигатели такие маленькие там, и это экономно ездить. Так, вот вы, например, выбрали себе модель, вы зарегистрировались на сайте, выбрали себе модель на этом сайте. Обязательно обращайте внимание, вот для курящих она или для некурящих, потому что если вы, например, некурящий, вы сядете в машину, которая для курящих, то, естественно, там будет запах сигарет очень сильный. И если вы выбираете машину для некурящих, то, естественно, курить не нельзя. Это строго прописано в правилах аренды автомобиля, и за это очень большие штрафы. Теперь, что касается того, как арендовать автомобиль, уже когда вы его зарезервировали. Вы, когда резервируете, выбираете время, с какого по какое вам этот автомобиль нужен, сколько дней вы его собираетесь эксплуатировать. Ну и, соответственно, дата начала, дата конца, время начала, время конца. То есть, как бы вы это все прописываете, когда еще регистрируете автомобиль на сайте. После этого вы должны приехать в тот офис, где вы его зарегистрировали. То есть, например, если вы выбрали, вот на примере этого офиса, вы выбрали его как офис, где вы будете машину получать, естественно, вам ее пригонят сюда, в этот офис. Потому что, как вы можете видеть, рядом с офисом особых парковок нету. То есть, они машины не хранят здесь рядом с офисом. Они их пригоняют непосредственно в день, когда вот нужно вам ее получить. Они ее пригоняют, чтобы вы ее смогли взять. И, когда вы приезжаете ко времени, когда у вас там за 15 минут, желательно заранее приехать до времени аренды, потому что там нужно оформлять документы, еще что-то. Естественно, парковки могут быть не так близко, и, возможно, потребуется какое-то время на то, чтобы ее пригнать сюда. Поэтому и нужно заранее регистрироваться. Потому как, либо их вообще может не оказаться на парковках, либо парковка далеко, и вам придется ждать, вы, может, опаздываете куда-то. Лучше все делать заранее. Приехали в фирму, и вам нужно, например, уже оформлять документы. То, на что обращать внимание при оформлении документов, и что вообще, как бы, от вас потребует при аренде автомобиля, какие из документов с вас потребуют в фирме. Первонаперво, это, конечно, права, сделают ксерокопию. Если вы первый раз берете, естественно, вам объяснят все правила, покажут, что расскажут, как оно все это работает, что нужно, что не нужно. Все это, как бы, вам разъяснят. Естественно, когда вы берете в аренду какой-то автомобиль, к нему есть дополнительные аксессуары, детское кресло, еще что-то, если вам надо, вы можете заказать заранее, вам, конечно, все привезут туда вместе с машиной. Все установят и привезут. Документы, которые оформляются при аренде автомобиля. Первый документ, ну, наверное, самый основной, это договор. В договоре прописывается вся информация о вас, это имя, фамилия, то есть адрес, где проживаете, телефон, номер прав, делается ксерокопия прав, и после этого вы читаете, там вам разъясняется вся ответственность, которую вы должны соблюдать, когда берете автомобиль. А также в этот договор прописывается, нужна ли вам страховка. То есть желательно брать страховку, она стоит не так дорого, обычно она около 1000 йен в сутки. Если что-то случится с автомобилем или, там, ну, не дай бог, конечно, там, авария какая-то или просто что-то он сломается, у этой страховки вам все бесплатно сделают, с вас больше ничего не возьмут. То есть это как бы освобождает вас от такой, скажем так, ответственности. Даже если вы были виноватым в каком-то ДПТП, все равно эта страховка все покрывает. Надо уже разговаривать с ними, это от фирмы зависит, какие страховки и сколько они стоят. Ну, обычно около 1000 йен. Есть еще дополнительная какая-то страховка там, которая вообще полностью все покрывает. Вот как раз она, скорее всего, покрывает даже случаи, когда вы виноваты. Но об этом вам лучше узнавать в самой фирме. Потому что у меня данных не так много. Так, вот вы оформили эту страховку. То есть, например, вы заполнили договор, оформили страховку. И после этого вы идете ознакомиться с автомобилем. Вам его обычно подгоняют прямо вот перед входом. Вот, например, черный автомобиль. И идут с вами. Если на автомобиле есть какие-либо повреждения, какие-либо коцки, царапины, сколы, повреждения краски, повреждения лобового стекла или каких-то других стекол, или повреждения фары, или повреждения внутри салона. Работник фирмы вам показывает все абсолютно, какие на данный момент повреждения имеются у автомобиля. Конечно, не все автомобили новые. И многие какие-то битые, ну, имеется в виду так, чуть-чуть тертые. Не сказать, что там прямо какой-то хлам будут давать. Обычно все в рабочем состоянии, неушатанное. Большинство из автомобилей практически новые. На примере вот этой вот Nippon Rentacar мы постоянно берем в нашей компании микроавтобусы для работы, для выездных тестов. И в них обычно новые микроавтобусы, это практически не юзанные, там даже еще запах новья еще не выветрился. И при этом мы берем уже не первый год, и достаточно хорошее качество. Но тут зависит от модели, от популярности, от того, сколько ее эксплуатировали. Все то, что покажет работник фирмы вам из повреждений, желательно сфотографировать. И сфотографировать свои часы, либо часы в компании, для того, чтобы как бы подтверждение было того, что эти повреждения были уже до этого, до того, как вы взяли автомобиль. Потому что, ну, я не знаю, как бы разные случаи бывают, но лучше подстраховаться. Все рекомендуют делать фотографии автомобиль, вот этих частей, где были повреждения, до того, как вы взяли автомобиль еще в аренду. Чтобы если что-то случилось потом, чтобы вам не предъявили, что этого раньше не было, а вот вы тут сделали в процессе эксплуатации. Итак, вы берете автомобиль, вы его, соответственно, эксплуатируете. Пришло время возвращать. Желательно приезжать заранее, за 15-20 минут до времени окончания аренды. Для чего это нужно? Потому что автомобиль также проверяется. Вот видите, вот сейчас машина подъехала к салону этому аренду автомобиля. И вот вышла сотрудница компании, она проверяет автомобиль. Внешние повреждения, внутри проверяет, какие-либо вещи вы тоже смотрите. Если у вас что-то осталось, вам нужно тоже посмотреть. Не забывайте вещи в салоне, потому что если вдруг вы что-то забыли, и потом это все уехало, и назад вернуть достаточно проблематично будет. Поэтому лучше заранее все осмотреть, все проверить. Для этого и нужно приезжать за 15-20 минут до окончания времени аренды, чтобы все проверить. Вот вы проверили. Все, если все отлично, вас посылают на заправку. Вот тут рядом прямо есть заправочная станция, там же и мойка, и заправочная станция. Обычно аренда автомобилей компании стоит либо прямо на заправке, либо прямо вот рядом с этой офисом находится заправка. И они, если заправка рядом с офисом находится, они просят, чтобы вы залили полный бак на этой заправке и приехали. То есть всегда машину сдают с полным баком вам и хотят получить назад также с полным баком бензина. Естественно, там прописано, какой бензин заливается. Обычно это регуляр, самый простой, самый дешевый бензин. Ничего такого сложного нет. Соответственно, заправляйтесь на заправке, приезжайте сюда с полным баком бензина и сдаете автомобиль. Они проверяют, что да, все, полный бак, действительно все хорошо. И все. Естественно, в процессе эксплуатации, если у вас какие-либо вопросы или какие-то проблемы происходят с автомобилем, что-то там в нем сломано или как-то он себя плохо ведет, и вы опасаетесь за свою жизнь и опасаетесь дальнейшей эксплуатации этого автомобиля, то в этом случае у вас будет, соответственно, бумага, договор там и бумага, по которой вам нужно будет позвонить по номеру телефона, вызвать техническую службу, которая вам проверит автомобиль или вам привезут уже новый автомобиль. В зависимости от того, какая поломка и возможна ли эксплуатация дальнейшей этого автомобиля. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать про аренду автомобилей в Японии. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok